добрый вечер добрый вечер я очень рад вас приветствовать у себя у нас в студии я рад вас видеть мы очень давно хотели с вами поговорить вы это знаете еще в июне договаривались но не получилось в июне кстати вы по какому поводу приезжали в баку напомните если можно по моему я в мае в мае нет в апреле я приезжал в июне тоже нет нет но ваш предыдущий визит это что было это был международный день джаза 30 апреля вы были здесь до концерт это был концерт но там были все музыканты наши а сейчас ваш приезд он чем обусловлен это просто отдых домой или тоже есть какое-то мероприятие у нас и два концерта было в турции и я уже решила надо бы отдохнуть вот этот колорит воздух бакинские люди приятели семья все это нужно скучаю в общем вы не по работе вы именно в баку не по работе не по работе вы наверное единственный человек который учитывая что мы хотели сделать интервью в прошлый раз я хочу это проговорить чтобы люди понимали и у нас не получилось и обещали что сделаете это в следующий свой приезд и обычно люди так либо культурно отмазываются либо действительно планируют на следующий раз приехать но сами не напоминают о договоренности вы не просто сдержали свое слово вы еще и сами напомнили что я здесь я я готова и это очень ценно и я бы очень хотел чтобы люди тоже это знали это очень удивительно я не помню людей которые сказали бы давай через два месяца и через два месяца сами бы напомнили про интервью да есть люди которым ты напоминаешь через два месяца они когда я готов но если ты не напомнишь они не вспомнят вы вспомнили сами и в чашнее сообщение мне было очень приятно что мы сегодня можно поговорить есть обещание для вас это важно важно держать слово да это у нас такая семейная традиция мы так воспитаны здорово кстати про семью безгранично уважаю отца вашего я не я думаю даже не не нужно говорить насколько сильно а мы все его любим и его творчество и так далее но большая часть вы не так много даете интервью азербайджанским сми и не так много дали до до сегодняшнего дня но определенно я не буду сейчас в процентном соотношении говорить не буду не берусь но определенная немалая часть ваших интервью всегда бывает связано с отцом всегда бывает связано с вашим детством с отцом я если позволите сегодня хотел бы поговорить о вас с вами о вас вас сегодня о аджазе о будущем так что если вы не против давайте начнем я не против вы проживаете в германии правильным да в основном что за город такой исторический город майнс побратимый с баку на одном меридиане да у нас даже погода схожая климат да все в общем все напоминает о баку и поэтому там я осталась жить переехали 90-м по-моему да девяносто четвертом но я не называю это переездом это как бы мой второй город я гражданка азербайджана и всегда останусь ею а там я живу потому что так судьбой как-то уже заранее предусмотрено сверху у вас нет немецкого гражданства нет нет а мне не нужно у меня есть постоянная вот как называть видно же да да но азербайджанский паспорт я за вот опять-таки листая ваше предыдущее интервью я нигде не нашел момента о том почему вы переехали ну хорошо обрели второй дом почему с чем это было связано а что я делала в азербайджане преподавала в консерваторию и в 2-3 года раз давала концерт и все на этом что я делала по культуру то надо вывозить и не только музыканты художники и деятели искусства они должны гастролировать они должны свою культуру презентировать в других странах иначе все это будет в рамках родины и все живя здесь постоянно и только здесь и делает то о чем вы говорите не получилось бы это и физически невозможно представьте в каждый город отсюда вылетать как это вот из франкфурта в баку пять часов полета и то же самое с любой страной европы я уже не говорю об америке а как это я просто физически не справился почему именно германия насколько я знаю есть джазовые страны там есть нью-йорк орлеан копенгаген париж предлагали везде а вот понравилось именно в майндсе а это судьба но германия считается джазовый еще какой все американцы извините меня бегут в германию потому что это самая хорошая джазовая публика именно в германии очень благодарная благодатная и дала очень многим как говорится бярякет и все возможности майндс это случайно майндс это судьба город по братьям судьбой было так уже предусмотрено вот все случается по каким-то законам вселенной вы верите в судьбу я я видел потому что это 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 все правда это истина судьба она уже заранее для каждого написано на небесах но выбирали вы майндс не потому что он по тембаку наверно были какие-то другие причины влюбилась в город он мне баку напоминает там очень мало но друзья очень близкие которые сыграли очень немалую роль нашей жизни вы с тех пор никогда не задумали ну вы уже на две страны живете более 30 лет вы никогда не задумывались потому что переехать куда-то дальше нет в америке поселиться в канаде нет ни за что нет нет предлагали и еще с тех 90-х годов при том очень хорошие условия и вот в чикагской консерватории со всеми условиями и учиться и работать одновременно но вот не знаю вот душа должна лежать душа должна чувствовать что вот это мое место где мне хорошо и до сих пор так да ну здорово с тех пор вы выпустили если я ошибаюсь поправьте 6 альбомов с каких пор ну с переезд момента переезда по моему 11 11 ошибся значит самый 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 популярный колосса dance of fire ну да always dance of fire как-то он до сих пор остается сам популярным вот пьесы оттуда вот два миллиона экземпляров давно уже зашелся понятия не имею если честно но сми пишут так сми пишут так я на себе это не ощутила финансово а проверить это очень трудно а почему не ощутили финансово ну потому что ну как то по-другому назвать но это же 90 тогда не было интернета и вы должны были ощутить это сейчас бесплатно публикует что-то ютубе нет но я же поймите у меня не было и не адвоката и человека который может подсказать насколько выгоден был контракт и так далее так далее там же есть условия там есть проценты там есть вопросы окупаемости за счет артиста или за счет других там разницы да ну ничего это не главное главное что музыка остается в народе а это не купишь не продаж согласен есть музыканты с которыми разговариваешь и они обсуждая количество композиции которые создали или количество альбомов которые выпустили кто-то говорит что но наверное я мог бы сделать и больше вот вы говорите 11 альбомов вы довольны количеством альбомов которые вы до сегодняшнего дня издали количество у меня очень много пьес репертуаре но я их еще не успела записать почему тоже волей судьбы могло быть больше по причине что есть много пьес но не получалось много других дел и как-то что-то не складывалось но я не жалуюсь ничего все еще вы планируете их как-то очень альбомы сейчас создавать из есть смысл когда есть вот айтюнсы когда есть spotify когда есть youtube или нет уже смысла создавать альбом для меня есть я все-таки любитель физических форматов потому что это остается и вы планируете но мы посмотрим посмотрим в планах есть но в планах то всегда есть но мы планируем а получается не совсем то чтобы мы задумали какая композиция из два из ваших композиций наиболее лично для вас наиболее да но с какого сиди были вообще знаете честно говоря все композиции так или иначе личные потому что всегда связаны с какими-то обстоятельствами какими-то эмоциями или с каким-то опытом что-то происходит в жизни и вот после этого происшествия появляется зарождается мелодия иногда во сне это все в общем-то личное готовясь к интервью я слушал ваши композиции и мне показалось я не специалист не музыкант не музыкальный критик возможно я ошибаюсь поправьте если так но мне показалось что вашей музыки имеет для вас имеет важное значение вопрос тишины и паузы я прав да почему так у тишины есть своя музыка потому что не существует стопроцентной тишины но я вообще очень люблю тишину я люблю уединиться что вот меня никто не беспокоил и я нахожусь уже в своем так мире своих мыслях это очень важно я утомляюсь от знаете от разговоров особенно если они такие как сказать не в тему или когда громко говорят и впустую или громкая музыка я не люблю всего этого на концерте достаточно все громко и и после я хочу тишину и это отразилось в музыке тоже но в музыке я достаточно темпераментная мне кажется а вот после мне хочется уже такой вот психологический отдых вы довольны уровнем популярности джаза в мире на сегодня как вам сказать все таки джаз эта музыка интеллектуальная и она мало пропагандируется хотелось бы что ее было бы больше для чего для того чтобы молодежь тоже умнела вместе с музыкой а что подают по сми посмотрите я вообще не включаю телевизор годами это трагедия любой человек зависимости от того какую он информацию получает извне он формируется интеллектуально ментально и по характеру во всех отношениях любой ребенок рождается ну можно сказать гениальным со всеми интеллектуальными зачатками но если он будет слышишь слушать ну ну то что вот подает в основном эта трагедия и происходит массовое оттупление молодежи а это большая трагедия надо больше классики джаза и вообще все эти фильмы этого это вырождение полное надо все убрать но как это сделать как но от меня что зависит я не говорю от вас вообще в целом как бы вы сделали если бы это зависело от вас я вообще по другому построила бы мир вообще по другому как но этот длинный список все было бы по-другому но один в поле не воин просто надо изменить жизнь и только мы сами можем это изменить а нами править которым выгодно чтобы мы были такими какими нас делают то музыка который сейчас правит балом в мире вы считаете что все это намеренно делается конечно это же оттупление ну вот посмотрите ну послушайте пять минут там heavy metal или как-то называется что принесет это кому-то нравится мне никогда не нравилось но кому-то нравится она вот беситься просто на пустом месте сходить с ума ну это же шайтанство извините меня после этого что может зарождаться в мозгах у людей только насилие но есть другие примеры например там из-за тела свифт пионсы они собирают стадионы как вы считаете можно сделать так чтобы джазовые исполнители тоже собирали стадионы можно было бы если бы пропагандировался бы если каждый день по радио передавали бы баха бетховена питерсона много билл эванса я не знаю там целый целый ряд вообще гениальных музыкантов думаете это помогло бы но если человек постоянно слушает и растет с этим то естественно хочешь не хочешь это он будет впитывать возьмем голодного человека если у него нет выхода он съест все что ему вы подадите правильно ведь в основном 90 процентов то же самое с мозгом мозг воспринимает ровно то что вы ему даете но опять таки не стопроцентно кто как да то есть что происходит в сегодняшнем мире если смотреть так тотально это большая трагедия человеческая в общем человеческое я соглашусь с вами но есть если такое мнение что те люди если мы сейчас говорим о каких-то людях которые специально занимаются отоплением людей на всей планете они же выступают за то чтобы классическая музыка и джаз невозможно же слушать джаз и быть глупым человеком да то есть невозможно быть почитать джаза и быть каким-то очень приземленным нереально так вот есть мнение что и классическая музыка и джаз специально остаются музыкой избранных не то что избранных вот мой отец написал композицию называется джаз народная музыка то есть мы можем быть все избранные нет избранных но мы это так называем это наша такая псевдо классификация да на самом же деле опять-таки возвращаясь любого ребенка вот с детства если он слушает классику это уже становится его нормой и ну давайте по-другому зернышко посадить его в богатую почву даст замечательные плоды правильно обращайтесь с ним хорошо дайте любовь заботу то же самое с человеческим мозгом дайте ему хорошую духовную пищу а плоды будут замечательные вы верите что это когда нибудь может настать случиться произойти теоретически возможно но тогда когда проснется сознание людей сознание спит а массовое сознание возможно проснуться в зависимости от того как их направить кто вас будет конечно вот смотрите компьютер спящем режиме нажмите кнопку и он проснется но это грубое сравнение конечно это очень плачевно да вот что происходит вы когда-нибудь ощущали моменты давления на себя от публики от критиков было так а я не интересуюсь что они обо мне говорят я просто сделаю свое дело честно насколько я могу а что говорят невозможно чтобы все тебя любили кто-то говорит аферин кто-то говорит что-то там не так человеку свойственно искать недостатки в другом и среди коллег это это как правило вот это эго она меня это не интересует я снисходительно отношусь к этому вы никогда не интересовались что про вас пишут не особенно что-то попадало конечно приятно особенно если это вот смотрю что корреспондент был с умом что-то отметил то что действительно очень важно это радует думаю что хорошо еще не все потеряно ну а когда начинают искать а это свойственно вообще людям свойственно искать в ком-то недостаток ай-джамат ищите плюсы на них концентрируйтесь я всегда об этом говорю а в каждом человеке вы же сейчас не только про нашу прессу и вообще в целом что я джамат я называю всех на планете а что посоветуете молодым музыкантом которые только-только начинают также относиться не париться по поводу критики по поводу не того что нет самообразование самый лучший выход взять лучшие образцы если это человек если маленький человек хочет быть музыкантом лучшие образцы музыки и просто заняться своим делом самообразованием школа тоже не даст то что нужно во все сегодня в школах сегодня ничего не дает то что действительно могло быть полезно ну может быть три процента пять процентов вы не про музыкальные школы в целом я вообще в целом школы я не знаю конкретно какие школы музыкальные в каких странах что дают я не могу судить я просто не знаю наверняка есть школы более высокого уровня менее но сегодняшний день это не те школы которые были раньше далеко от этого как вы это объясняете себе другие учителя другие преподаватели вот моя мама эльза хану мне рассказывала и по сей день рассказывает вспоминать это самые лучшие годы мои были это школой школа и особенно академия искусств эльза хану училась и на вокалиста и на актрису кино и театра и на режиссеру вы представляете эльза хану тогда еще студентка в 7 часов утра выходила из дома и возвращалась академии в 10 вечера почему так было интересно что помимо нормативных уроков моя мама дополнительно шла еще и послушать лекции других а то поколение вы помните отец солдата все эти гениальные актеры это были учителя моей матери она в грузии да 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 в грузии тбилиси там близко сейчас есть интернет и мама смотрит боже мой а многих уже нет ну учителей всех уже нет царствуем всем небесное были я однокурсники и однокурсницы и все вот эти актеры театры и кино режиссеры композиторы часть из них уже тоже отошли в мир иной некоторые еще живы и вот эти воспоминания они очень ценные вот и вот мама мне рассказывает лучшие годы это годы учебы были так вот вы 12 лет не были в баку был у вас такой период правильно может быть но я тихо приезжала об этом никто не знал но когда вас не было и я уже тогда занимался журналистикой и но это было это были уже двухтысячные годы и постоянно ходили разговоры что мустафа зады не приезжает ее обидели она или она не хочет или там она ставит какие-то условия и так далее и так далее и об этом говорили и мои коллеги музыкальной сфере об этом говорили периодически какие-то люди а потом все это утихло и и вы приехали действительно было что такое действительно вас здесь кто-то обидел бы поэтому не приезжали не ну конкретно обидели это такое скажем так абстрактное слово нет обиды какая может быть обида просто есть воспоминания очень печальные связанные сбоку связанные с отцом ну ему не было прохода никогда жизни не было и мои воспоминания это почти каждый день скорая помощь после полуночи от нервов я же видела все что происходит мы же жили в одной комнате она нам служила и спальный и гостиной и и репетиционный постоянно приходили замечательные деятели искусств мне было очень интересно я присутствовал на всех репетициях на телевидении на радио на фиолетово очень очень богатая информация вот я слышала и молча не все понимаю но я помню все эти разговоры теперь уж когда много лет прошло как приходилось постоянно бороться с ветряными мельницами образно говоря единственный кто постоянно защищал моего отца это эльза ханом моя мама она буквально боролась за его относительное благополучие создавала какие-то такие позитивные эмоции как-то чем-то это же важно когда есть человек которому ты доверяешь любишь и можно положиться вот я иногда с соседней комнаты смежная комната это когда мы перешли уже на низами после крепости после долгих ожиданий и ходьбы в райсполком годами мы с мамой ходили наконец-то мы получили небольшую квартиру в уплотнение и я слышала иногда за дверью разговоры как мой отец говорит эльза если я бы тебя не встретил меня давно не было бы на мама говорила ваги в курбаналом успокойся все будет хорошо вот так и мое детство прошло вам как ему когда-то приходилось бороться с ветряными мельницами мне пришлось намного легче начались эти мельницы кстати мир за бабаев покойный замечательный человек это был именно мир за бабаев когда он пришел к нам гости мне было восемь с половиной месяцев вы можете не верить но я помню восемь с половиной я помню я восемь месяцев начала ходить вернее я сразу побежала это вот этот момент я тоже помню мама мне не верила а потом я сказала в чем я была одета цвет моих ползунков вот я побежала а я была на коляске детская коляска деревянная такая потом ее тоже подарили и и пришел мир за бабаев я даже помню где стояла моя вот эта колясочка кроваточка вернее и как раз отец играл шур я начала плакать мне всегда вызывало это очень такую глубокую грусть я не знаю вот музыка она обладает удивительным таким свойством а потом мама сказала перейди нараст нараст перейди но я этот разговор не совсем помню я помню что мама сказала папе что-то а я все время вот так и папа перешел на тяря кеме что-то такое вот и я со слезами вот так начала прыгать и это был мир за бабаев и он сказал потом же мама мне сказала и передала слова поев тебе не дают житья следующая будет дочка ей тоже не дадут все клонилась к этому если бы не господин случае ну видимо аллах распорядился уже в а переезде что в а переезде да нет нет ни о переезде приглашение на международный конкурс вот пианистов имени тэлониус и манг восемьдесят шестой да но с этого принципе все началось мы начали с америки обычно бывает наоборот а у нас у нас же все никак в стандартной жизни началось с этого а потом кстати началось тбилиси вот я должна уточнить это был восемьдесят пятый год там был один из менеджеров не этого фестивала не этого конкурса а вообще менеджеров которые организовывают там в америке концерты в разных таких джаз клубах маленьких театрах и он нам сказал вот по такому-то адресу пошлите записи три композиции а мы это сделали и среди там пятьсот шестьсот пианистов возраст значит до 38 лет или до 35 лет и вот мы тоже послали мы послали к нам пришло хэри вам было 17 когда да и мы попали на четверть финал ну это уже очень долгая история какими правдами неправдами мы добрались до америке это отдельная книга тему и советский союз это вообще чудо история с визами это наверное для следующей передачи когда-нибудь это очень долго рассказывать ну просто чудо вот а потом уже началась европа воля судьбы и один из первых вот самый первый концерт это был кассель а пару месяцев по моему позже это был майнс вот как я в майнс приехала тут я ощутила здесь что-то что-то бакинское этот бульвар напоминает бакинский бульвар и вообще даже и воздух какой-то немножко вот схожей и город очень старый там здание 700 800 лет такие вот исторические и он небольшой на сколько он небольшой а я не люблю большие города я не даю шумиху центр внимания это не для меня люблю спокойную жизнь торнадо можно на сцене устраивать жизни надо спокойствие размеренность да да я очень люблю с моими кошками у меня бакинские кошки вы наверно знаете я там писала они мое успокоение у вас вы же знаете юсифа и вазова да да у вас есть одна схожая это не черта есть определенная схожесть и я объясню и его и вас за рубежом знают гораздо лучше чем в своей стране в мире вас называют принцесса в джаз до процесса джаза я с сожалением говорю о том что его и и вас в нашей стране мне кажется знают далеко не все не обидно нет абсолютно я вообще все принимаю очень спокойно потому что если вот вспоминать какова была жизнь моего отца то мне вообще не на что жаловаться вообще не на что жаловаться то что есть аллаха чухсал каждый день говорю гурбану нам аллаха за каждый день благодарность как вы оцениваете уровень джаза уже не популярность джаза и развитие джаза на сегодня в освобождении супер у нас так много сала талантов что и какие дети еще появились плюс наш вообще земля очень благодатная во всех отношениях только дорогу дать и все вы не согласны с тем что говорят некоторые джазисты освобождена о том что в советское время джаз был более популярен у нас чем сейчас мне сложно судить уровень популярности но я могу сказать что нас отличные музыканты ну и потому что я вижу видела концертах где я участвовала у нас отличная публика я не знаю как часто здесь проводятся джазовые концерты но ни одно время не может быть одинаковым да то есть и любое время она неповторима то время было другое публика тоже была другая ну смотрите салман гамбаров которого вы знаете и с которым я тоже значит разговаривал сказал что в азербайджане на сегодняшний день в баку на сегодняшний день всего два места где можно послушать джаз немало для города который некогда назывался джазовой столицей советского союза вот этого я не знала что только два места я не в курсе действительно должно быть больше дают ли возможность чтобы было больше места я думаю может быть больше если бы был интерес мне кажется связано с тем что нет потребности такой вот поэтому я и спросил я не знаю а в мире популярность джаза в мире она растет вот вот за 30 лет она растет падает остается на прежнем уровне мне трудно судить потому что я же не слежу за вы гастролируете по всему миру да я же не могу судить только по моим концертам я же не знаю у кого какие концерты как часто в какой стране за коллегами не следите не успеваю если честно но если судить по своим концертам вот за 30 лет как вы считаете интерес к джазу в мире упал увеличился остался на прежнем уровне как я могу судить я же не эксперт нет ну концерта становится все больше и больше меньше у меня лично намного меньше но у меня по семейным обстоятельствам а вы сами сокращаете их количество но я последний наверное лет 12 10 12 резко сократила потому что я просто занята с моим супругом моим ребенком нашим ребенком как я могу я не могу сказать я могу отвечать за свои концерты но мне кажется конечно если честно пандемия очень надломила всех да тоже вот искусственная пандемия все мы это понимаем знаем но она надломила не только музыкантов и джазовый концерт это вообще произошло какое-то я даже не знаю какой диагноз поставить этому но и процветает в мире беспредел я могу смело сказать об этом в общем в общем беспредел к чему это приведет аллах пилир уже привело если люди просто зависят от интернетов от смартфонов люди не хотят читать книги люди уже не хотят общаться все виртуально так разве можно вот мое детство я вспоминаю сладкое время и горькое и сладкое но вот это общение человеческое приходили обмен новостями может у кого-то кассета джазовая или что-то люди общались вместе чай пили готовили все это было тепло очень очень сейчас этого нет есть конечно но среди очень узкого такого круга друзей а раньше это было нормой красота если возвращаться к теме популяризации популяризации джаза как вы считаете нужно вообще что-то делать для того чтобы я сейчас про нашу страну сделать так чтобы джаз стал более популярен в стране нужно что-то делать или надо оставить и отпустить на самотек конечно надо чаще по радио по телевидению передавать джазовую музыку но тебе поможет нас надо кормить думаете поможет конечно так телевизор же смотрят все меньше меньше людей вы сами говорите что вы не смотритесь ну интернет в интернете должно быть больше искусство а в интернете что вы видите сожалению ну есть много людей которые телевизор смотрят это я не смотрю я не знаю это много людей уже принесла с мода с каждым годом все больше германии скажем есть несколько каналов джазовых у них там 24 часа все таки только джаз пару часов я посмотрела обнаружила что далеко не всегда там джаз хотя канал джазовый просто сегодня уже принято джазом называть чуть ли не не знаю эстраду размылись границы да да это сложно плохо если это уже смешивается с эстрадой это уже плохо если это микс с народной музыкой с классикой это нормально это хорошо это здорово это красивый микс может это то что вы говорите вот всему свое время не знаю не могу сказать но мне не нравится у вас есть ученики я сама учусь вы не преподаете просят может быть начну потому что с детьми интересно то есть не исключаете что может наступить время когда вы захотите передать свои знания обучить научить может быть может быть может быть потому что здесь мне очень интересно особенно ну конечно с такими не талантливых детей не бывают но вот есть дети которые прямо вот у них жажда познания с удовольствием я посмотрел ваш сайт и там есть информация о гастролях и у меня сложилось впечатление что в этом году больше всего вы гастролировали в турции но так получилось да я я хочу спросить турция становится стамбул в принципе там не один стамбул был там были разные города но турция тоже становится улице популярность джаза в турции становится всегда была всегда турецкая публика всегда была и остается очень одной из лучших они любят но при этом классически если брать вот эти вот джазовые столицы мира стамбула там никогда не было или или я ошибаюсь я в стамбуре копенгаген монреаль нью-йорк не знаю я не знаю но нас часто приглашают и я как правило в основном играю в классических холлах мне нравятся залы я не любитель открытых площадок хотя вот исключение было в этом году и и но я не разочаровалась потому что было просто просто замечательно а где нравится больше всего играть но не считая зароджена ну честно везде мне нравится публика везде разная но у всех вот любовь к музыке и они же понимают куда и зачем они приходят публика она выбирает же то есть они берут покупают билеты они знают почему они пошли значит им конкретно нравится тот или иной артист я не ставлю грани так вот но самое ответственное это вот играть у себя на родине и в майнце потому что ну где вроде ну как бы сказать мои моя родина это планета земля и вообще сцена ну азербайджан всегда особняком но я родилась в азербайджане какой может быть разговор но очень ответственно пожалуй даже в баку ответственнее всего здесь другие уши и они по-другому слушают и здесь постоянно идет отсылка к отцу на это это кстати вас раздражает или нет по сравнению с постоянное сравнение с папой да это разве можно делать я не претендую вагифа не будет никогда 2 так что никогда никто не будет делать то что делал нет во первых такой как вагиф один раз рождается это первое второе у меня принцип вот мои взгляды такие вот нет второго одинакового человека но вот уровня вагифа не будет он с другой планеты и чем старше я тем глубже начинаю все это анализировать уже не как отца уже давно не как отца а как музыканта я все думаю и очень часто не нахожу ответы на многие мои вопросы музыкантские как такое могло произойти что в баку родился музыкант с какими-то врожденными джазовыми а мугами речь не идет это уже мой отец черпал из из нашей культуры но мугам это тоже джаз это же импровизационная музыка но родился человек с такой джазовой генетикой но хотя отец играл нотари бабушка зевер зевер ханом она была пианистка играла мугамы но джаз откуда вот такой джаз вот с такими гармониями а у американцев нет этих гармоний вот гармонический язык у моего отца был свой собственный поэтому когда он играл на джимсейшен вот в том же таллине где кет джаред был чарльз лоид и другие музыканты на джимсейшен они приходили и смотрели и раньше вы знаете на кгб все это они приходили и спрашивали кортс кортс ну английский тогда никто не знал но кортс понятно что аккорды они показывали можно у вас поучиться аккордами вот откуда это откуда а вот вопрос хороший с космоса ну вот родился такой вот гениальный человек вагиев вот с таким космическим языком гармонии а его пассажи это же не американские пассажи это свои мугам на джазовые пассажи вот поэтому он для меня остается мой отец загадкой может так случится что через какое-то время вы решите полностью переехать в азербайджан не знаю не могу сказать потому что нами правит всевышний и нашими путями тоже ведает свыше не знаю вы фаталисты я знаю я читал фаталист нет нет я оптимист не но вы сказали что вы видите в судьбу и ну заранее это да да я просто верю судьбы у отца есть пьеса от судьбы не уйдешь если возвращаться к стролям я не с коем случае не спрашиваю какую-то сумму но вы дорогой исполнитель дорого стоит вас пригласить давайте на другую тему а райдер у вас есть какие-то особые предпочтения до чтобы нигде не курили и чтобы не было нигде никакого я вегетарианец я вегетарианка и у нас всегда вот просьба чтобы ничего такого не вегетарианского не было вот и все ближайшие концерты в баку планируются ли и если да то когда конечно мой юбилей 19 декабря этого года в паласе или ролевича и шала будет интересно и обязательно в марте 2025 года 16 марта это будет юбилейный концерт моего отца вагифа мастаха уже запланировано конечно и шала и оба концерта организовывает наш замечательный эльхан пейсахов вот кстати искренне почитатель джазовой музыки да и всякой хорошей музыки вы очень поздно начали осваивать соцсети да очень поздно почему буквально недавно мне не интересно было все это но все-таки начали вот мой музыкант саймон цимбарда он барабанщик мне все время говорил надо у всех есть это все очень интересно иногда бывает что вот фанаты очень такие интеллектуальные иногда и общаться приятно был то ну есть такой аккаунт и этим аккаунтом управляла замечательная девушка очень молодая очень интеллектуально развитая гюля алива с большой любовью все это наделала и она была в контакте с моим барабанщиком вот и как-то она даже предлагала что если а здесь ханом захочет то я с удовольствием отдам этот аккаунт а я в то время гола не ничего не хочу все нормально а время от времени симон мне этот напоминал об этом я сказал ну ладно я гордом миссажку и так получилось что она с радостью отдала этот аккаунт я уже начала дальше с трудом там те кнопочки с грехом пополам немножко что-то научилась уже освоились но более-менее нравится иногда очень даже приятно бывает да но все равно не ваша да то есть это необходимость это веяние времени или действительно это это разгрузка потому что я люблю смотреть там всякие маленькие ролики про животных там все такое то есть вы не про свой аккаунт вы в целом просто нет это а я я имею ввиду про свой потому что у меня в ссоре истории часто бывает про животных там так далее вы как-то сказали в одном из интервью для меня духовная часть жизни наиболее важно да шаманы это особые люди они могут излечивать ну кстати шаманс называется один из ваших альбомов если не ошибаюсь поясните по поводу шаман все уже понятно ну не все люди хорошо ну если альтернативное слово такой выбрать целители моя прабабушка марьям матрона она была целительница так она исцеляла людей молитвой и травами при том исцеляла очень тяжело больных это это было какое-то чудо она жила в кутаисе она уснула на неделю и думали что ее не стало а на самом деле это был такой вот литургический сон и она была как бы одной ногой по ту сторону и видела всевышнего это она потом вам рассказывала не мне это рассказывала на моей бабушке на марханом тамара ханом это мама моей мамы до тащит матрона мариам она мне приходится прабабушкой мать моей бабушки с материнской стороны и когда она проснулась она рассказала все что она увидела во сне что она увидела она увидела всевышнего она шла по очень тонкому канату с двумя ангелами очень маленькими и боялась оступиться но они ее вот как-то так подвели и она увидела всевышнего и она очень просила остаться там потому что там очень хорошо там какое-то необъяснимое невероятное чувство любви легкости и блаженства какой-то а всевышний но в образе красивейшего старца с длинными волосами и длинной белой бородой но такой вот образ был и он сказал что сейчас не время через 33 года и сколько-то там месяцев и все это было записано ровно спустя это время потом прабабушки не стало даже вот так это была конкретная информация что еще не время тебе еще предстоит родить двоих детей еще воспитать не своих детей это все и было сказано это все было сказано тебя впереди еще миссия вот так все это реально музыка лечит очень очень ваша музыка лечит из слов и из фактов моих постоянных любителей меня это очень конечно радует это лучшее что можно услышать еще вашу музыку называют медитативной некоторые да я читал отзывы читал критиков они называют ее медитативной это лучшая награда она не сравнима ни с чем ни с какими другими вот вот это а как так получается вы же не специально это делаете вы же не специально пишите музыку который лечит или которая медитативная музыка она по своей природе она лечит потому что вот тон взятый но тоже не всякая музыка же наверно нет конечно точно не heavy metal это точно она калечит любая музыка созданная определенными эмоциями позитивными конечно и когда ты вкладываешь любовь в то что ты играешь она уже заполнена позитивная энергия любая позитивная энергия подобно любви она излечивает и это правда есть доказаны реальные истории когда умирающий человек был излечен любовью просто любовью и должна быть просто много чем больше любви тем больше здоровья вы же наверняка слушайте не только джазовую музыку какую еще музыку вы предпочитаете слушать для себя классику еще но только классика и джаз я очень люблю слушать когда птицы поют и шелест листьев вообще природа я улавливаю вот эти все маленькие звуки такие микро где-то какая-то птичка что-то сказала это так интересно очень богатая природа только вслушайтесь есть музыканты или проекты в которых вы мечтаете поучаствовать в коллаборациях с которыми хотели бы играть мечтать что бог пошлет я всегда хочу играть честно качественно а с кем естественно с теми музыкантами которые также имеют желание создавать что-то во имя музыки не во имя себя не себя я такой крутой нет а просто служить музыке это же как религия ведь ведь бог создал всевышний создал музыку значит надо честно работать вы служите музыки вы служите музыки до во имя аллаха во имя музыки стоит этого это очищение музыка очищает мы с вами говорили в не только же о музыке сейчас мы говорили и вообще о том что происходит с планетой вы затронули ковид как объясняете как вы для себя объясняете то что сейчас происходит вот война украины с россией война там изна израиля с ирану о которой говорят что она вот-вот наступит вот вот этот вот безумный мир как у как вы объясняете себе то что он таким стал и к чему все это идет по вашему человечество сходит с ума а почему почему много грехов перед планеты перед землей человек то на земле живя он же не с благодарностью живет а просто истребляет ресурсы а в ответ приходит тотальное сумасшествие человечество вот и все все эти как наказание да не то что это это как ответ это зеркало это зеркальное отражение того бесчеловечного поведения по отношению к нашей планете она возвращается бумерангом ведь всевышний создал богатую землю со всеми ее деревьями кустарниками цветами фруктами овощами все это не просто полезно это еще и красиво то есть сколько эстетики создал севышний это же не просто все эти замечательные животные а человек что делает срубает спокойно деревья вековые истребляет животных убивает их жертву приносят а вы думаете что ответа не будет будет и он всегда был хотя странно человека тоже создал всевышний да но ведь он предупреждал жить по-другому почему же никто не слышит чем все это кончится по вашему но я молюсь чтобы проснулась сознание сознание должно проснуться или скорее всего мозг сердца должен попроснуться а есть надежда есть конечно я всегда оптимистично просто надо друг друга всех призывать что вот вот здесь что проснулся знаете когда была школьница третьем классе я как-то позволила себе вот так крик души я сказала у сердца есть мозг он на меня так смотрит такой не бывает это всего лишь сердце она как пумпа как моторчик и сказала вы не понимаете а а вот прошло время недавно я где-то услышала что действительно там 40 тысяч таких вот нейронов подобно мозгу это то что действительно интуиция а вот интуиция она совершенно особняком она не всегда идет руку об руку с мозгом но что мозг он вычисляет а сердце интуиция по чувству идет вот человек должен проснуться и почувствовать не посчитать что ему нужно и что выгодно а почувствовать и пойти уже по венею сердечных чувств желание что ой да вот голова говорит так будет удобно а нет так не будет так сейчас будет удобно но результат позже покажет что эти мнимые удобства они мнимые человек пока не проснулся и вместо этого он похоже создает искусственный интеллект катастрофа это вас пугает меня не пугает меня вы знаете это как даже слова как мне выразить мне такое сожаление и жалость что вот дожить до сегодняшнего дня и человек идет куда-то в бездну ну во имя чего цель какая нам не нужен искусственный интеллект как решить нам нужен естественный интеллект нам надо здравый мысль смысл здравое мышление вот когда говорят что здравомыслящий человек вот это здоровое мышление это человеческое общение я не за то чтобы уничтожить все вот это потому что мобильные они удобны в том что если срочно надо позвонить кому-то плохо да мобильные это хорошо но когда я вижу людей переходящих улицу они вот так вот не могут оторваться их сбивает машина дети со смартфоном ничего не видят наушниках они не видят и не слышат что что после этого сказать но это еще не искусственный интеллект это просто технологии а вот искусственный теле который кстати входит и музыкальную жизнь очень активно это просто катастрофа вы не опасаетесь того что сейчас же люди пишут музыку при помощи искусственный интеллект вы не опасаетесь что он через какое-то время заменит и вытеснит живых композиторов живых музыкантов живых исполнителей будет писать музыку в том числе джазовую будет это делать даже лучше меня а я не знала про это да а сейчас есть огромные нейроны которые высочиняют музыку за три секунды которые накладывают одну композицию на 2 создает что-то миксированное что-то новое и не исключено что завтра вот этно джаз о котором мы говорим завтра вдруг искусственный интеллект придумает какое-то новое направление джаза и будет собирать залы и будет будут миллионные просмотры в ю тубе у этой композиции это не пугает это уродство это вырождение уже это просто вырождение это не то что пугает меня это не умещается как-то пока в голове я одно только слово вырождение это уродство проявление вырождение человеческого вообще бытия не знаю надо с этим как-то бороться но это с этим не борется он наоборот развивается искусственный интеллект в медицине в там они знаю в космических областях и так далее и так далее в том числе музыки человек ушел от природы это да и проиграл согласен если раньше при помощи рук вот я просто прошлась это один только из один вот пример в лице моей прабабушки но раньше были целители они без всяких этих электроприборов они могли излечивать руками молитвами травами потому что в природе есть все чтобы излечиться все травы на все случаи против всех болезней а что мы делаем мы ушли от природы придумали себе химию травим друг друга глотаем бог весь что еще по на придумали что-то и конца и края нет вот этому горе от ума да но это не ум это псевдо надо бороться я не хочу чтобы мы заканчивали на грустном поэтому если позволите можно сыне конечно сколько ему сейчас 11 вы его назвали это имя которое у него рамисхан это вы его так назвали да почему именно рамисхан но мой супруг очень хотел чтобы назвали его вагифа тут у меня вот сработали как бы сказать два параграфа первое второго гифа не будет во вторых я побоялась чтобы не было повторение судьбы а так это необычно но он гастролирует вместе с вами конечно с из каких лет где-то 7 нет вообще гастролирует как вот он родился первый концерт кстати был в турции ему было пока только несколько месяцев 9 по моему не он в курсе всех событий главный командир дома ну я видел как он посмотрел ролики как он играет это уже состоявшийся музыкант мне кажется абсолютно дай бог вы не боитесь того дня что в один прекрасный день придет уже там возрасте 15-16 лет скажет мама музыка не моя я хочу заниматься чем-то другим я скажу гурбанда сяня чем хочешь тем занимать то есть вы не из тех родителей которые нет это столько лет а вот только музыка и музыки больше ничего нет а у школы не ходит музыкальная все что научился тема показала все надо дать возможность пусть у него будет 2 3 профессии я только за чем больше профессии тем лучше надо развивать сетей но сегодня хочет быть музыкантом да но у него много других хобби тоже очень много активный у нас кавказский он говорит я коренной покинец ягурты же маньте родился да я родился в маньте но в боку хорошо железная логика вот так вот во что безгранично верит из-за мустафазады в любовь большую спектр любви вы знаете это не просто любовь это любовь вселенская такая большая это семья родители члены семьи дети и конечно природа всевышний любите всевышнего верьте в него в его щедрость она безгранична а он всегда поможет а он всегда помогает всевышний всегда помогает у меня бывали такие ситуации что казалось уже нет выхода но выход находился о чем мечтает с мустафазады о мире о том что люди жили узнаете в условиях где нет такого дикого контраста мне хотелось бы чтобы во всем мире люди просто нормально красиво жили не так что вот нищета и миллиардеры этого не должно быть это тоже уродство и как они этого терпят я не знаю те у кого слишком много надо делиться в этом мире тогда ты богат а так если у тебя все и ты даже не помнишь сколько у тебя телохранителей сколько домов по всему миру ну разве так интересно это скучная жизнь делиться надо музыкой тем что есть внутри если слишком много все равно ни один человек собой не заберет умно сказал покойный говорит у гроба карманов нет поэтому пока человек живет смысл в этой жизни делиться тем что у тебя есть грузина очень интересно как если у вас слишком много возможности до чтобы накрыть стол не только себе а еще свыше не стройте высокие заборы вы лучше и постройте стол пошире накройте стол для большего количества гостей поэтому я очень мечтаю о том чтоб не было жутких контрастов среди как уровень жизни вот этого не должно быть как вы считаете мы когда-нибудь можем этого добиться не знаю это от нас всех зависит ну вот представьте если люди будут нормально жить уже не будет особых причин чтоб воровать обмануть завидовать ведь это все эти чувства рождаются у людей от нехватки правильно это же утопия это утопия до частично да но это если мы будем верить что это утопия а в конечном итоге все это можно но да надо же довести до сознания людей что таким образом мы можем все лучше жить я был бы счастлива если так было я была бы очень счастлива я не согласна вот видео третий мир я думаю ну у меня есть вода меня есть крыша над головой у нас у всех меня есть что поесть я живу нормально не свыше нормально я не жалуюсь у кого-то в этот момент у у детей у них нет ни родителей ни одежды ни воды ни еды они бродят в лохмотью да а куда же смотрит мировое миллиардерское общество почему никто ничего не делает почему такая вот без безучастность как вы отвечаете себе на этот вопрос значит мозг нездоров потому что видя как кто-то умирает и ничего не сделать это означает деградация и отсутствие сердца за хам не было очень интересно сегодня с вами поговорить я надеюсь не в последний раз конечно спасибо вам большое всегда рад видеть вас нашим в нашем с вами городе спасибо еще спасибо да поможет аллах спасибо